АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ 11 сертификатов по программе «Доступная ипотека» принял в Рио губернатора края Олег Кожемяка. Он пообщался с будущими обладателями квартир, выяснил, с какими трудностями столкнулись участники программы и подчеркнул, что программа «Доступная ипотека» будет совершенствоваться. В частности, по его словам, необходимо предусмотреть возможность приобретения жилья в том районе города, который прежде всего удобен участнику программы, установить неизменность процентной ставки вне зависимости от срока выплаты займа, принять меры поддержки для тех, кто планирует рождение детей. Мы общались и с врачами, и вот сегодня с теми, кто получал сертификат, конечно, вот такое резкое ограничение по стоимости, оно закрывает возможности для человека найти, так скажем, право и сделать право выбора в каком-либо другом районе или еще где-либо. Этот вопрос тоже необходимо устранять. Нужно особый акцент делать и в том числе на годах, на той процентной ставке, которая должна быть неизменна, вне зависимости от количества лет. То есть, она должна быть стабильна. Программа «Доступная ипотека» разработана Корпорацией развития жилищного строительства Приморского края по поручению руководства региона для того, чтобы обеспечить жильем работников бюджетной сферы и привлечь в муниципалитеты новые кадры. Первый ипотечный продукт предполагает выдачу займов учителям, врачам и сотрудникам учреждений культуры под процентную ставку от 5,5%. До конца года планируется выдать 120 таких льготных кредитов. В следующем году уже 400. Владивосток – это не только Владивосток в Приморском крае. У нас очень много городов, очень много поселков, где есть хорошее достойное жилье. Сейчас инвесторы заходят в такие города, как Большой Камень, Находка, Уссуриск, где можно приобрести. И там мы сделали планку, это 55 тысяч за квадратный метр. Там можно купить и дешевле. Поэтому все зависит от человека, все зависит от его желания, какую квадратные метры он хочет приобрести. Второй продукт предполагает поддержку молодых врачей и учителей. Выпускников, только окончивших университет, не имеющих стажа работы и стабильного дохода. Планируется, что они смогут оформить ипотечный кредит без стартового капитала. Компенсировать стоимость первоначального взноса предполагается за счет краевого бюджета. Проектом программы предусмотрена возможность приобретения квартир как в строящихся, так и в готовых домах. Светлана Садова, Алексей Заровный. Новости на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова